Год 72-й, ноябрь, декабрь 72-го года. Где была демонстрация? Это была не демонстрация, это была голодовка. Это была голодовка московских евреев, требующих визы. И мы устроили такую голодовку, но есть предтеча этой голодовки. До этой голодовки я осипел немножко, а потом я участвовал в голодовке литовских евреев и в голодовке грузинских евреев, которые, в общем, они мне записали в Активе. Ну а потом, я не ожидал вообще, я не должен был быть на этой самой голодовке, потому что я не знал о ней ничего. Я шел к папе в филармонию московскую, но зашел на телеграмму, смотри, там наши сидят. Заставал полную наших, ну, взял в чемпион, я врачу, мне никто не звонил. Ну, никто не звонил. Так и остался, я до папы не дошел. До филармонии я просто не пошел. Сколько было народу? А вот примерно, говорят, что там было 44 человека. Точно никто же не знает. И как происходило это все? Как проходила голодовка и вообще как развивались события? Сейчас я расскажу. И мы сели, когда еще не появилось, а мы уже заняли стол целый, расписывались на леске, кто вообще присутствует из нас, кто присутствует. И прошло какое-то время, я пошел подышать воздухом, я не мог сидеть просто. Вместе с самим львом, ой, из главы, кто был за веру? Ленина. Избарский. Вот, с Левой Избарским, Лев Феникс. Мы с ним стояли на улице, на ступеньках, и вдруг я почувствовал, что чего-то на нас накрывает. Я говорю, Лев, пойдем, сядем, а то нас рассуют по разным местам. Да нет, ты иди, иди, я приду. Ну, хорошо, я пробежал, сел между Крыжаком и Мишей Бабиным, мы сцепились. А дело все в том, что КГБ еще не разобрался. Вы были с какими-то плакатами? Нет, нет. Можно понять, что это происходит, какая-то общественная акция? Нет, ничего такого не было. Ну, и просто КГБ к этому не готовилось, они не знали. И они вошли, они не могли понять, кто там сидит, кто там ходит везде. И начали просто, когда им сказали, что это является, они начали брать всех с длинными носами. Там попались служащие телеграфа, потом попался депутат Армении. Ну, тоже с длинными носами. А где это было? Центральный телеграф, он сказал. Центральный телеграф в центре Москвы. На первом этаже. Центральный телеграф. Центральный зал. Доволь сегой. Ну, конечно. Ну, и, в общем, пошли вдруг, от того, вваливалась толпа, начали всех хватать, а к нам подошли и встать. А мы сказали, мы не встаем, нас поднимать надо. Мы поднимали, одним путем били ноги по воктям, руки вверх, и нас за шкирку. И, в общем, нас подняли, посадили в автобус 19 человек. 17 человек отправили в тюрьму. А нас двоих... В какую тюрьму? Туда же, в матросскую тишину. Матросская тишина. Вот они были белыми. Кого посадили в этот день? А меня или Бога, отправили обратно. Завтра придете в Министерство внутренних дел на Голливого за паспортом. Пришли. А у меня холодок после меня пошел. Напротив телеграфа встал грузовик, и в нем вооруженные солдаты с автоматами. Я думал, неужели нас расстреливать решили? Ну, ладно, все-таки мы зашли. А там сидели родители тех, кого посадили. Там это где? Приемное министерство? Нет, просто нет. На телеграфе, на первом этаже. За вторым столом сидели. Эти самые. Вот. И ходили какие-то четыре человека. Мы с ним в городом отправили телеграммы, в ООН, в ПДП, куда-то к мы не отправили. Ну, а потом присели, а я решил, что я буду сидеть. Я не могу сидеть. Я пойду гулять. Полпуска было, никого не было. Они уже разобрались, туда никого не пускали. Я так пошел кружить. Иду, иду, как получаю удар в спину, лечу, туда получаю удар в грудь. Потом все так на 10 раз примерно, я не считал. И стало больно немножко. Я там разматируюсь. Я говорю, что у меня убивать тут собирается. А мы ничего, ты это самое, не знаешь, бегун будет? Я говорю, понятия не имею. Вот бегун придет, скажи ему, что то, что он хочет, если он не будет участвовать в голодовке, мы получим. И уши эти четыре болвана. Все на одно лицо, между прочим. Это, наверное, загадка трудно было. Хорошо, пришел, бегун. Я ему говорю, знаю сверху. Я говорю, давай мы сделаем так. Если они, так сказать, не выполнят своего обещания, мы еще что-нибудь подручим. Нет, я остаюсь. Но оставайся, твое желание оставайся. После этого вдруг вваливается туда примерно все в вечер, наверное, было. Я не помню, сколько. Валяется еще одна толпа. КГБшников, там, милиции и чего-то вы знаете чего кого. Вместе с тем же полковником, который нас брал. Прошли мимо встать. Я говорю, ну вы же знаете, вчера. Так сказать, брали, вы знаете, что мы не обстаем. Ну ничего, мы нас поднимем. Ну, конечно, опять ногами по локтям. Излюбленный метод. Ну и, короче говоря, нас взяли за шкилку и троих в автобус. А там сидит майор. Такой улыбший. О, Йорсов, как я рад тебя увидеть. А ваши я не знаю. Ну не знаю, что ты. Так узнаешь. Повезли нас сначала в какое-то отделение милиции. Афрамят. Там поспортисты, евреи, между прочим. Сволочи, гады, предатели Родины и так далее. Много чего там наслышались. А после нее нас посадили в автобус и привезли куда-то. Бибор говорит, наверное, в Матарскую тишину нас везут. Действительно вниз куда-то. А то мои руки заспанут. Выходи. Иди. Идем. Нас столкнули в какое-то очень узкое помещение. И там росписи наших ребят. Мы уже поняли, что наши сидят здесь. Повели нас по коридору. Смотрим. Открывается окошко одно. Гриша Токиа. У нас Гриша Токиа. Мы говорим, что все наши. И вдруг выбегает второе. Там уже сидели более цветеленок. Потом профессор Шрифлин и Хрижак. Выбежали и начали кричать. Сволочи, гады, клопы заели. Кипяток давай. В общем, нам хорошо. Нам налили кипяток. Мы хотя бы спали. Нормально. Нам никаких матрасов не положили. На чем вы спали? На чем просто на деревянных нарах. Но хотя бы без клопок. Тоже, тоже хорошо было. Ну, а на следующий день уже нам выдали матрасы. Все прочее. Впрочем, мы провели там 15 дней. За 15 дней... Да, на следующий день к нам еще прикинули Володю Плейстена. Где они его там закомнутали, я не очень понял. Привезли Володю Плейстена к нам. Там кнули, и нам сразу совсем хорошо и весело. Он все-таки все свои. Мы там учили Ивлит. Мы там учили анатомию. Причем соседи наши были Ида Нудер и Нора Круглова. Патрубел мы с ними как-то разговаривали. И вдруг Ида нам стучит. Мужики, а что у вас там беседие такое? А мы вот с ребенкой разделили, анатомию изучаем. А нам можно, а ты своему вертухаю скажи, он тебя пустит. Ну, пожалуйста. Ради Бога. Конечно, никто никого не пустил. Потом мы... Рассказывал нам очень много Эрик Шифлин о всяких знаменитых операциях. Он очень знаменитый хирург. То, что происходило, происходило вкануне Хануки. И мы здесь сидим в канун Хануки. Так что замечательная ханукальная история сейчас будет преподана. Да, сейчас будет после этого. И это был первый день Хануки, правильно? Нет. Когда мы сели, это не было еще Хануки. Это 21-е время. Но первый день вы там отметили? Да. Ну, вот отмечали Хануку. А как отмечать Хануку в тюрьме? У нас свечей нету. Дальше подсвечников нету. Ничего нету. И вдруг начал кататься Валера, крыжать в попу и кричать больно, кровь идет, геморрой и так далее. Шифлин позвал сестру. Он надзиратель, а он уже сестру. Нет, он тоже надзиратель был. Он лечил всех заключенных там раньше. Почему? Нет, ну он по должности. По своей должности он хирург. Он был хирург в этом районе? И в этом районе, в этой тюрьме, кстати. И прибежала сестра. Говорит, профессор, а что вы здесь делаете? Он говорит, сижу. Он говорит, знаете что, сестра, дайте, пожалуйста, два набора геморрой и дальних свечей. И все. Конечно, она принесла. Естественно, мы туда нитки запихали. У нас появились свечи. Потом мы сделали склепы под свечники. Засушили на батарее. И у нас все 8 дней были хануканы и свечи. Такой хануки никогда нигде не было. Мне сказали, вот, да что ты, вот в галдерях бывали хануки. Я в данном, такой не был в трубе.